вместе его сфотографировать и туда ходить раз в день, потому что там будет написано, когда у нас будет следующий концерт. Наталья Александровна, мы... Наталья Александровна, ты мне дату дашь потом. Значит, 29 мая в заведении «Золотой дракон», которое находится возле метро «Красная ворота», у нас будет концерт три уполковники Михаила, Трофимов и я. Мы будем делать программу нашу казачью. Если у вас будет время, желание 9 мая, мы вас ждем на этой программе, которая будет посвящена нашей с вами общей победе в войне 45-го года. Ну а еще я хочу сказать, что вот этот замечательный сайт «Автомат и гитара» – это место, где все нормальные люди должны бывать хотя бы раз в день. И сейчас Михаил Шурутов хочет сделать хороший поступок, совершить. Но для этого надо, чтобы Виктор Верстаков оторвался от красивой женщины за стойкой и повернулся лицом к нам. Витя, 9-го в 19.30. Он не может, когда с женщинами разговаривает, он ничего не слышит. Это правильно. Витя, иди сюда. Тебе сейчас дарить будут что-то. Не надо. Похлопайте, пожалуйста. Иди сюда, вот сюда иди, вот перед микрофоном иди. Так сказать, от благодарного поколения, выросшего на пластинках. Время выбрало нас, где ваши песни представлены. Ну и так далее и тому подобное. Спасибо. Ну а ничего, спасибо. Ну что, можно мне, да? Да. Попытка кто не дал, ну ладно. Так, мы что здесь договорились, вот кто выступает? Значит, мы выступаем по полчаса, у нас три человека. Я уже, я уже, я уже перераслужил. Последний, это самый главный будет Игорь Морозов, да? Ну там. Да, поэтому что мне важно, уложиться в полчаса. Так как у меня плохое зрение там, я буду брать эти самые. Извините, некоторые песни... Вставать, вставать, не трогай. Ничего не делюсь. Позачем. Поэтому какие-то песни я буду просто напоминать, может кто-то смутно помнит. Раньше я слушал метро, сейчас продолжают грех. Горит звезда над городом облом. Горит звезда, прощальная я моя. Как я хотел, чтобы Родина вздохнула. Когда на снег упал в атаке я. Я лежу, смотрю, как остыва. Над миноритом синяя звезда. Кого-то помнит или забывает. О нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций. Лежим вокруг сожженного дворца. Горит звезда, пора на ветвь прощаться. Разлука тоже будет без конца. Горит звезда, декабрьская чужая. А под звездой дымится кровью снег. И я слезой последний провожаю. Все, с чем впервые расстаюсь на ветвь. Горит звезда над городом Ковуну. Горит звезда, прощальная моя. Как я хотел, чтобы Родина вздохнула. Когда на снег упал, а так и я. А вот еще когда... Ну, давайте, когда мы перейдем. Воскопину я начал. Чтобы узнать, во сколько нужно закончить. Ну, условно говоря, без 20 минут. Да ладно. Я сейчас встречаю часто фразу из плане Афганистана. Какие-то книги кто-то издает. Не я, это Санкт-Петербург, это все пошло из этой песни. Страчный пулемет поднимается в взвод. Жаль, многие больше не встанут. И к Родине сын никогда не придет. Из пламени Афганистана. Здесь город снега и селения вбегат. Горят кишлаки и караны. И выпустят вряд ли неверный халат Из пламени Афганистана. Нас выпустят вряд ли живыния Аллах Из пламени Афганистана. Придет письмецо, ты закроешь лицо. Но нет никакого обмана. Надежда на левую руку кольцо Из пламени Афганистана. Но год или два, и ты вспомнишь едва Любви несмертельные раны. Я сделаю все, чтоб ты вышла жива Из пламени Афганистана. Страчный пулемет поднимается в взвод. Жаль, многие больше не встанут. И к родине сын, может быть, не придет Из пламени Афганистана. В королевских конюшнях метро нет для коня. Медсестра раскладушка принесла для меня. Очень трудно, что-то голубки в коридорах, где сплошь Стык обрубком к обрубку полегла молодежь. Вертолетчик без правы, минометчик без дух. На повязках кровавых ничего, кроме мук. Отыскала местечко в самом дальнем углу, Где десантник наречно задремал на полу. Унесли бедолану, положили меня. И отсюда ни шагу, я спокойней коня. Ведь от ног до макушки лезть я гипсовым стал. Мне не надо подушки, разве что в еде стал. Медсестра, медсестричка, что ж ты слезы не кирешь? Как же ты без привычки здесь в конюшнях живешь? В королевских конюшнях, в госпитальном чаду, В наркотичном, спиртушном, матершинном бреду. Если что-то случится, если снова срастусь, Дай свой адрес, сестрица, может быть, пригожусь. Но огонь и воскресну, все равно хоть часов Проживу на чудесной поглядев под рисок. Ну, там дальше повторение. Время будет. Вот это интересная песня, которая почти стала народной. По крайней мере, я слышал на кассетах. Ее написал там боец нашего полка, который потом погиб. Потом я слышал в яве, на концертах. То есть приятно, что... Я обычно называю эту песню про афганскую армию. Но оригинал это написал я. Это была песня о советской печати. Дрожит душман, в поле их умри. И около герата его крушат, черт побери, Афганские солдаты. И в Кандагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле. Войска афганские одни, ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают. О чем советская печаль стыдливо сообщают. Ведь контингент наш очень мал, Навряд ли больше взвода, Границу перешел и встал, Любуется природой. Дает концерты в кишлаках, А в паузах контракта Детишек носят на руках И чинит местный трактор. Пусть контингент и неплохой, Но где ему сравниться С афганской армией лихой, Которой враг боится. Она разбила тысячу бат, Нет миллион миллионов, Почти очистила шунгак И два других района. Сильна, отважна, велика, Заслуженно, известно, А мы все пляшем, Гопога и чинили трактор местный. А мы плясали, Гопога, Чинили трактор местный. Я просто не пропускаю. Вот страшная песня, Если мы сейчас запоем, Сейчас подвигут и нас и рисуют. Но я все равно спою. Она у меня выложена на интернете, Кстати, кому эти песни что-то... Очень легко. Меня зовут Виктор Вирстаков, Так и сайт начинается. Виктор Вирстаков, народ.ру Там все это выложено И довольно красиво. Я сам не умею, А дочка выложила. Песня называется Аллах Акбар. Больше ста тысяч уже, Почти двести тысяч ее прослушали, В основном ругательствую. Отзывы такие. Потому что ловится на слово Аллах Акбар. Думает, что я это дело успеваю. Я это не успеваю, Хотя я считаю, что у нас враг общий С исламом, это мировой сионист. Но это было написано в афганской времене, Когда одно время было такое Шуточное приветствие. Встречается в церкви Аллах Акбар, Аллах Акбар. Песня очень тяжелая, Но я попросил. Был я прор, Кандагар, Живы, не учились, И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, Друзья, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Мне было тошно в жизни, Не только жить, как все не смог, Просился с верной женой, Аллах Акбар, Дружок. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. И над моего отца заплакал, Наконец, Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, Отец. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар. Горит песок и рушится скала, И очередь наисказок дорогу перешла. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар. Было искал, И перебит дозор, Идешь в атаку батальон, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Аллах, Аллах Акбар. Вы слышите, как мы поем там сеньковых гробах, Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Бывает город Кандагар, Живем уйти нельзя, И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах, Аллах Акбар. Плачет Нюрка, живая душа, Слезы с кровью смешались на лапах, Ах, как Нюрка была хороша, Самой тоненький чуяла запах. Плачет Нюрка, а птица летит, Боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не прости, Но ведь плачет, и все ей простится. Кладет Нюрку родную в руках, И лизнуть бы хозяйскую руку. Так знакома она, так легка, Обреченная Нюркой на муку, Вертолеты врезается в пол, Высеченная Нюркина пела, Сотнюю раз она чуяла дол, А в сто первый чуть-чуть не успела. По загривку прошел холодок, Когда запахом сбоку пахнуло, Но на тонкий стальной правоток По расщелини лапа скользнуло, И взметнулся огонь из камней, И запахло железом каленым, И хозяин, идущий за ним, Опустился на землю со стомом, И ползла к нему Нюрка, ползла, И лизала его, и лизала, И хрипела на помощь, звала, И глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзья, Обмотали бинтами сапера, Он сказал, мне без Нюрки нельзя, Нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел поутру, И вдвоем погрузили в машину, Ты не плачь, Нюрка, я не умру, Ты не плачь, я тебя не покину. Но плачет Нюрка, живая душа, Слезы с кровью смешались на лапах, Ах, как Нюрка была хороша, Самый тоненький чуяла запах. Сейчас современные, ну да, Нет, обожди, я хочу две еще афганские спирт, А я пел девятую рот, нет? Нет. Еще на границе и дальше границе Стоят в ожидании наши полки, А там на подходе к афганской столице Девятая рота примкнула штыки, Девятая рота сдала портбилеты, Из памяти вычеркнула имена, Ведь если затянется боль до рассвета, То не было роты, приснилась она. И если затянется боль до рассвета, То не было роты, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, А все же она оставалась войной. Идет по Кабулу девятая рота, И нет никого у нее за спиной, Пускай коротка ее бронеколонна, Последняя, ходившая в мирном строю. Девятая рота сбивает заслоны, Известно в декабрьском первом бою. Прости же, девятая рота, оставшая, Такая уж служба, такой был приказ, Но завтра зачислят на должности павших В девятую роту кого-то из нас. Ведь завтра зачислят на должности павших В девятую роту кого-то из вас. Войну мы опять называем работа, А все же она остается войной. Идет по Тверскому девятая рота, Пусть нет никого у нее за спиной. Идет по России девятая рота, Жаль, нет никого у нее за спиной. А мы уже спели, мы с ними и начали пить. А не надо было разговаривать, но время вполне не пить. Поэтому я вспомнил. То, что пел, представляешь, это самое, думаю, вот, встретиться, там, ребята, которые воевали. Я не воевал, я был военным журналистом, я ужасно люблю журналистов, я их ненавижу. И когда этот Артем Боровик пишет, что у меня раскалился, так раз, на ствол автомата, когда я стрелял, во-первых, зачем ты, скотина, стрелял, это не твое дело. Твое дело, смотри, как люди стреляют, да, во-вторых, не раскалится у тебя, да, красная ствол автомата. Не было такого. Да знаю, я знаю, как он показал, хотя вот так. Они на банке сидели в брус-жилетах, вроде. Чего я начал показать, да. Не было такого. А, вот, да. Ну, думаю, что это самое, вот, встретиться с ребятами, которые реально воевали, вот, выпьем, да, оцениваем, что-то для них хорошее спит. Я написал такую шуточную песню, да, оцениваю. А потом оказалось, что она, в общем-то, стала, там, им им нравится, каким-то интеллигентом. Ладно, сейчас. Твою песню. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлил. Опять хохочет медсестричка И режет сало за поли. А над палаточным брезентом Свистят то ветры, то свинец. Жизнь, словно пятры, кинолентой Дала картину, наконец. О чем задумался над штабом? Какие бы я выпил сны? Откуда спирт? Откуда баба? Спроси об этом, о войне. А хорошо сестра хохочет От медицинского вина. Она любви давно не хочет Ей в душу глянула война. Эй, замполит, плесни по-малу Теперь за Родину пора Нам не спуститься с перевалом Который взяли мы вчера Нам не спуститься с перевалом Который взяли мы вчера Война становится привычкой Опять по крошкам спирт различно Опять хохочет медсестричка И режет сало за парень Спроси пустыню твой Спроси пустыню Это Миша Муровов написал хорошую песню Да, ну я пою ее плохо Зачем я буду петь, не хочу ее плохо петь Я хочу хорошо петь Ну вплоть хорошо А хорошо я петь не могу Потому что он написал гораздо лучше Так, перейдем к Чечне и ближе Куплеты Капитана Вот и весь служебный рост На поклонах рвуси взлез Охожу все годы Кажет и разводах Я, меняя округа, пил условного врага Но с годами чаще враг был настоящий Я в Абхазии бывал, в Приднестровье воевал Я верхом на танке ездил под таганки Я стоял на рубеже Спал с овшами в блиндаже Я копал окопы посреди Европы Мне давала ордена Удивленная страна Умным он ворует, а дурак воюет Я не робот и не слаб Я отнюдь не против баб Но с моим окладом им меня не надо Я под вечер или в ночь Выпить водочки не прочь Это тоже дело Если нет обстрела В общем, я такой, как вы Из Тамбова и Москвы Разве что контужен И никому не нужен На три песни я сегодня Давай уже поезд Ну сейчас Последний что-нибудь поезд Ну мне тоже кажется Про жизнь Про ИБН есть у меня? Нет, ну давай что-нибудь еще Давай лицем Ну мы с ним будем встречаться скоро Потом он спорит Так ты спой все Ведь это сердце А не фляжка И не вода течет, а кровь Спастай десантная дельняшка Дай силы женская любовь В чужой земле В нерусском небе Война следила день за днем Как на солдатском горьком хлебе Мы выживали под огнем Атаки, рейды и подрывы Стук пулеметов и сердец Но мы с тобой остались живы Но мы вернулись наконец А если сно станет тяжким И нас война достанет вновь Спасай последняя дельняшка Дай силы первая любовь Спасай десантная дельняшка Дай силы женская любовь Спасай десантная дельняшка Дай силы женской бедии Спасай десантная дельняшка Дай силы женская любовь Кстати, Чеченская война не поющая, и первая, и вторая. Если они пели, то, как правило, переработка наших афганских песен. В основном Морозовские, Герсановские, в Таджикистане тоже мало пели, в Приднестровье, но пели, но что-то такое-то. В первые дни попал в Афганистан, когда эта волонка началась, что удивило, что солдатки сочиняют песни прямо в сочиняют. Не только КГБ, которые после меня будут сфать, Морозов, а даже просто какие-то солдати. И что тогда, кстати, интересно, в Афганскую войну обращались к любимым. Забегу вперед, в Чеченскую войну обращались только к материалам. Если вы прислушаетесь, то вы поймете. Значит, уже, видимо, любимых уже в такое дерьмо не звели, телевидение, это наше, демократическое и так далее, что уже не верили. А в Афганскую войну все это самое, вот ты меня жди, береги нашу общую ребенку. Я одного такого парня, автора-исполнителя, в 18 лет спрашиваю, ты с кем ты по-настоящему целовался? Ну, знаете, вот у меня в школе была девочка, которая любила, мы с ней целовались, но не знаю, по-настоящему ли я. Такого хрена ты пишешь, береги нашу общую ребенку, зачем это там. Вы знаете, когда думаешь, что не только мама тебя ждет, а может быть еще и какая-то любимая женщина, может и не убьют. Вот они сочиняли любовь. Вот у меня такая песня, как бы мотивы солдатства. Снежные склоны, хребтов и не укушат, в красных заплатах солдатской крови, я под огнем перекрестным и стружу ради твоей неизвестной любви. Может быть, смерть мои руки развяжет, я обниму тебя падая в снег, горы высокие, небо расскажет, как человек, как любит человек. С Богом прощанье, слезою печалью, издалека не тревожь, не зови. Лучше останься, такой как вначале, нашей с тобою известной любви. Мы не бродили мостовую вечерню, не целовались в нескучном саду, не придавай же большого значения, если однажды совсем не приду. Ближе и ближе чужие халаты, все позабудь, мои письма порви, как я себя разрываю гранатой ради твоей неизвестной любви. Вот, сегодня Михаил Руберушник, дядя Желобаска, бригада групп, знаешь, спецназа групп стояла там, я спрашиваю, по-моему, Бабушкин тогда командовал там, я говорю, ну я такой, хоть и военный, но журналист, мне там какие-то материалы, я говорю, вот мне там Николай Куднецов, садоватский батальон, вот он себя самоподрив, там еще что-то, проси про, вот мне, командира бригады, да, отвечаю, вы, правильно ставьте вопрос, у меня в одной операции было восемь самоподрывов, про кого вы именно гранат? когда мне говорят тогда, ну хотя я понимаю, что в Афгане было страшно это самое, сдаться в плен, потому что думаешь, лучше его пускай убьют, но не мучают. так, все, последняя песня не имеет отношения к Акгустану, но имеет отношения к офицерскому романсу. от боя до боя недолго, и коротко лишь бы не спят, а что нам терять кроме долга, нам нечего больше терять, пилотки в области северы, но вылилась белая прядь, а что нам терять кроме веры, нам нечего больше терять, звезда из некрашенной жести восходит над нами опять, а что нам терять кроме чести, нам нечего больше терять, а что нам терять кроме чести, нам нечего больше терять, в короткую песню не верьте нам вечная песня подстать, и что нам терять кроме смерти, нам нечего больше терять, да что же нам терять кроме смерти, нам нечего больше терять. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, пауза не забывайте. 26-го нам достигнута договоренность прямо сейчас, что 26-го июня, Витя, Игорь, 26-го июня достигнута договоренность на самом верхнем уровне, с Пэрисом Декуэллером, Дмитрием Анатольевичем и Владимиром Владимировичем, что 26-го июня здесь состоится батальонная разведка номер 2. Витя, Виктор Георгиевич, слышишь меня? 26-го июня, ты меня если слышишь, помаши рукой. А если ты одобряешь, то помаши еще раз рукой. Не одобряешь. Хорошо. Не важно. Значит, дорогие друзья, 26-го июня мы будем стараться сделать дубль 2 здесь. Июнь или мая? Майя, мая, да. Вот, женщина. Я же говорил, что женщина наша это все. Значит, еще раз аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, что хочется...